Вот такая улица, типичный Израиль. Вот попробуйте заметить хитрость, а я вам сейчас ее покажу. Приближаемся к машине. Ничего не замечаете все еще? Смотрите, кто сидит сверху. Это птица. Как вы думаете, зачем она здесь сидит? Это муляж. Это птица, которая отпугивает других птиц, что ли? Смотрите. Мы берем хлеб. Я попросил показать, какой тут самый дешевый хлеб есть в пекарне перед шаббатом. И нам сказали, что вот такой есть. И он стоит 6,5 шекелей. Такой большой, красивый хлеб. Вот эту пекарню сделали. В общем, история такова. Прихожу я в эту пекарню и думаю, что надо найти какой-нибудь самый дешевый хлеб. И посмотрел в словаре, как это будет. Я все слова уже знаю, но просто вот так вот сходу сказать сложно. Будет так. Халехем. Хазоль. Пейотер. То есть, лейхем – это хлеб. Золь – это дешево. И пейотер – это очень. Вот, то есть, самый дешевый хлеб. И вот нам показали, что вот этот хлеб, он стоит 6,5. Он офигенный. Он такой хрустящий, он свежайший. Сейчас покупал, ну, кучу всего покупал в магазине. Продавец мне говорит, сокит, ата царих, пакет тебе нужен? Я это понял, потому что я изучаю иврит. Довольный как слон. Вот такие даже вот, знаете, мне сходить в магазин приятно. Потому что это практика иврита. Несу огромное количество вкусной еды домой. Были сейчас на рынке, купили виноград черный-черный. Сладкий, как амброзия. Всего лишь за 7 шекелей за килограмм. В России, да и в Израиле тоже раньше. Я ходил в магазин, и это было неприкольно. Потому что ты приходишь в магазин, то так не хочется идти. Из него потом все тащить. А сейчас я иду в магазин, чтобы поговорить на иврите. Вот, и это по фану, мне нравится. Плюс сейчас я вижу какую-нибудь надпись, надпись где-нибудь на мусорке, на рекламном щите. Если я не знаю слова, я возьму его, переведу. Ну, просто в словаре на телефоне перевожу это слово. И тоже понемножку учишь так вот. То есть, вот я дошел до того уровня, когда понемножку уже пополняешь свой словарный запас. И вообще учишься уже на улице. Это клево. Так что жить хорошо, а в Израиле жить еще лучше. Одна из самых опасных вещей в Израиле – это колючки. Только что штукенция наступила в сразу две колючки. Они пропороли ей пятку до крови. Представьте, то есть сквозь. Покажи. Сквозь такой тапок. Видите, он толстый. Насквозь. Сквозь этот тапок колючка пробила. И даже уколола до крови. Ну, то есть обычно это редко происходит. Но что-то вот… Там еще две колючки будут вязать. Две. В общем, опасно. Хорошо в Израиле. Вот сейчас вот мы гуляли. И особенно, когда не нужно еще тащить домой пакет с едой. Сейчас в шаббат отдыхаем. И так как-то хорошо, тихо, спокойно. Какая-то идиллия такая. С природой и с людьми тоже, окружающими. Как-то тут очень все уютно. Очень, как вот в Нидерландах. Ну, как мы любим, короче. То есть вот я бы сказал, что по ощущениям, то, что нам понравилось в Нидерландах, оно есть в Израиле. Это, в принципе, то же самое ощущение уюта. Вы увидели, например, какую-нибудь сумку лежит где-нибудь. Надо сказать так. Шелахем. Нам сейчас в магазине так сказали, когда мы покупали кучу смесей. Это наша любимая смесь. Очень вкусная. Мы 5 штук купили. И на кассе стоим за женщиной. У нее тоже много всяких продуктов. И когда дошли вот до наших этих смесей, спрашивают нас. Шелахем? Типа это ваше? Я говорю, кем? Шелахем. Сабаба. Постепенно ты начинаешь набирать уже словарные... Потому что я, честно говоря, не знал, что так можно сказать. Потому что можно сказать, спросить, шелахем? Типа ваше? Я не знал, что так можно сказать даже. И вот просто на кассе мне это сказали, и я теперь понял. То же самое в этом же магазине. Берем овощи. Берем огурцы. Подходит какой-то мужик и говорит, по ним, по ним. Я такой, чего? Типа, ну я не знаю, что такое, ма. Я не понимаю, что за по ним. Потом, когда я отошел от огурцов, я понял, что, наверное, он сказал не по ним, он сказал милофофоним. Но, видимо, он так быстро это как-то выплюнул, то, что, знаете, есть пэнкейкс, типа блины. То есть я потом понял, что он сказал милофофоним, потому что я же огурцы брал. То есть тоже ты как бы привыкаешь к тому, что люди часто глотают какие-то фразы. То есть, ну клево, что вот сегодня мы новое, получается, выражение. И вообще, я тоже стоял в очереди в магазине и услышал, ну, то есть я слушаю, что говорит кассир, как он общается с другими покупателями, я какие-то уже фразы, слова начинаю понимать. Мне очень нравится. Так что вот тоже учите иврит, и будет счастье. Сейчас тоже иду, и девочка идет напротив. И говорит, ну, по телефону говорит с кем-то. И говорит, что-то такое мотаем шекель. Я такой, иду так. Что такое мотаем шекель? Я знаю, что мотаем это типа когда, когда мотаем. И тут я вспомнил то, что мотаем это двойственное число от миот. От миа, миа. Миа и там мотаем это типа 200. Я вспомнил, что мотаем это, мотаем шекель, это 200 шекелей. Просто на улице это услышал и уже как бы вспомнил, потому что я это уже подзабыл. Так вот, что-то слышишь, просто выхватываешь и вспоминаешь. И вот так у тебя ивриты тренируются. Следующее приключение. Сейчас зашли в магазин, и не было молока, которое мы привыкли брать трехпроцентного. Было такое. И я на нем искал везде, ну, чтобы корову было написано. Халав-то понятно, халав, молоко. А корову будет пора. И, в общем, не нашел. Подхожу к мужику, к мужику тоже он покупает. И спрашиваю, халав пора? Он говорит, ну, вроде вчера было пора. По-русски. Да, то есть он понял, как бы, видимо, сразу по нашему акценту понял, что мы из России, как бы, ну, русские. Было забавно. А я-то надеялся иврит попрактиковать. У нас дома появился домашний питомец израильский. Это не я. Это не ты. Смотрите, у нас дома появился настоящий геккон. Пипец, такой страшный тен. О, такой вот геккончик появился, лапками двигает. Красавец. Большой такой, да? Да, большой, да. Он на самом деле большой. То есть такого я геккона еще не видел. Не знаю, как он дома у нас оказался. То есть он размером, ну, наверное, смоет средний палец. То есть он большой. Они едят всяких насекомых. Вообще, это очень полезные питомцы. Но проблема в том, что они переносятся салмонеллу, поэтому вообще на руки их брать нельзя. Опа, убежал. Господи, как быстро он бегает. Жесть, какая, лови его быстрее, то он его сейчас не поймает. Да уже не поймаем его, Бась. Как я тебя поймаю, когда он так бегает? Офигеть. Господи. Да пусть живет у нас. Это ж моя комната, я тут сплю. Я не боюсь гекконов. Прикольно, он бегает по потолку. Господи. Опа, он убежал в кондиционер. Офигеть. Может, он оттуда пришел? Или он сверху кондиционера? Он сверху кондиционера сидит. Ну, туда уже я не залезу нифига. Ну, что скажешь, как тебе твой питомец израильский первый? Сыгодно очень. Боишься? Да. Да что ты боишься, он не кусается. Он бегает так быстро. Он может укусить только, если ты его будешь брать на руки. А так они очень боятся людей. То есть, он все-таки кусается. Он не болен, ничего. То есть, просто после того, как ты его потрогаешь, нужно мыть руки. Вот и все. Многие люди дома держат гекконов и даже приучают их к рукам и их гладят. Они очень полезны, они охотятся за насекомыми, едят насекомых. То есть, у нас будет меньше комаров. У нас не было комаров. Ну, вот теперь точно не будет. Боишься, да? Да. То змеи, то гекконы. Вот Израиль. Ну, вот мы живем на заповеднике, потому что. Да. Непонятно, откуда он появился, кстати.